В этом месте находится супермаркет, куда идет заезд большегрузных машин. Они выгружаются именно с этой стороны. Здесь проходит дорога с лицевой стороны супермаркета и выходит опять на эти ямы. Здесь находится кинотеатр, здесь находится жилой массив. Это лобное место. Огромное количество машин с утра до ночи и ночью в том числе. Грузоперевозки, подвозят продукты, просто легковой транспорт. Все ездят под нашими окнами. Наша дорога, она просто превратилась, ну, как это сказать, она настолько продавлена. Местные жители уверены, что ждать еще несколько лет до выделения финансирования на ремонт дороги нельзя. И считают, что состояние участка уже давно нарушает нормы, определенные ГОСТами. Согласно ГОСТу, яма должна быть, допускается, вернее, будем говорить правильно, по длине 15 сантиметров, по ширине 60 сантиметров и в глубину не более 5 сантиметров. Если одна из этих норм нарушается, значит, необходимо срочно делать ремонт, который предусмотрен в течение 10 дней этот ремонт делать. Но вот эта комедия продолжается у нас уже в пределах, мне кажется, двух лет, потому что очень долго. Все возмущаются. Действий никаких не производится. Поэтому я и вынужден был обратиться. Чтобы проехать по узкому участку дороги и не попасть в яму, придется постараться. Поэтому водители, которые оказываются здесь впервые, нередко сталкиваются с поломками авто. Пока обходятся разве что без серьезных ДТП. Мне пришлось наблюдать на днях ситуацию, когда водитель выезжал с остановки, а там бордюр приподнялся, а дальше идет яма. Ему негде было объехать, он начал съезжать и бампером задним зацепил за асфальт. При этом расколол бампер. Сложности с проездом у водителей на легковых авто возникают и из-за регулярных дорожных заторов. Особенно в час пик или когда к супермаркетам и почте подъезжают грузовые машины. Такие ситуации жители многоэтажек ежедневно наблюдают из окон. Когда приезжает машина, чтобы выгрузить корреспонденцию и так далее, или забрать посылки, просто, вы знаете, такое столпотворение происходит. Значит, эта машина, она не может подъехать, потому что, соответственно, едут со всех сторон, так сказать, движется транспорт. Вплоть до чуть ли не знаю, скандалов, чуть ли не до драк периодически. И все это под окнами происходит. Но поломки машин лишь полбеды. Под дорогой проходят канализационные трубы. И много лет жителям приходилось сталкиваться с засорами и прорывами. Подвал многоэтажки затапливало, подмывало фундамент здания. Об этой проблеме мы рассказывали в феврале. И на сегодняшний день ее смогли решить заменой коммуникаций. Дорога, по которой ездят, и колодцы, и там трубы находятся. Они все были продавлены. Вот из-за этого у нас постоянные засоры были в нашем доме канализации. И активисты, и также директор тоже тут посодействовала. В общем, заменили трубы. Мы написали обращения, писали неоднократные. Ну, 15 лет бились. Кое-как, но кое-что вот решено. Насколько долговечно такое решение, пока не ясно. Ежедневно по разбитой и узкой дороге проезжают сотни машин. Состояние асфальта оставляет желать лучшего. Телеканал НТС направит информационный запрос в Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, чтобы узнать, кто ответственен за этот участок дороги и когда на нем запланирован ремонт.